Всем привет! Сегодня подборка полезных советов для домашнего мастера. Собрались протаскивать провода, на которые уйдет вся бухта? Тогда не спешите срезать стяжки, так как все перепутается. Возьмите обычную ленту и обмотайте бухту с трех сторон, как показано на видео. У вас получится что-то в виде треугольника. И теперь можете смело резать стяжки и вытаскивать провод с середины. Таким образом бухта размотается без всяких проблем и свою форму будет держать до самого конца. Если нужно отмерить разную длину провода для монтажа, то для удобства на полу или верстаке черканите пару линий на 0,5 метра и 1 метр. Так как при отрезке провода всегда нужно оставлять небольшой запас. Таким образом будет намного удобнее и быстрее получать необходимую длину провода. А сейчас давайте соберем стенд и добудем свет. Для этого беру небольшой отрезок алюминиевой проводки и понемногу знакомлюсь с этим материалом. И вот вам кстати пару факторов о нем. Алюминий примерно на 70% легче меди. Поэтому высоковольтные линии уже давно делают из алюминия. В среднем медь и алюминий делят рынок кабельной продукции примерно пополам. Второй момент это доступность по цене. При выборе материала для проводки многие ориентируются на стоимость металла. Алюминий имеет меньшую соответственно, что объясняет более низкую цену изделий из этого металла. Третий момент это стойкость к окислительным процессам. Наличие защитной пленки. В процессе эксплуатации на проводки из алюминиевого сплава формируется тонкий налет. Уберегающий металл от окислительных процессов. Ну и четвертое. Не забывайте про удельное сопротивление. Проводимость. Если нужно получить 20-25 ампер на розетку, закладывайте алюминий 4 квадрата. И все равно такой метр проводки из алюминиевого сплава будет дешевле в 3 раза, чем медная. На сегодня кабельная продукция из алюминия делается из современных материалов. И ее успешно применяют в США, Китае и странах Европы. В общем можете познакомиться более подробно по ссылке в описании. А теперь давайте зажмем провод в патроне лампы. Просто вставить провод и прижать его этого недостаточно. Сделайте надежнее. Возьмите пассатижи и сделайте колечко. Как видите, проводка из алюминиевого сплава хорошо поддается обработке. Вообще я думал, что он сразу сломается. Но, как видим, держит форму. Сделав колечко, теперь фиксируем провод. Таким образом будет надежней соединение. Бывает такое, что выдергивают вилку прям за провод. И провода остаются в руке, а вилка в розетке. Чтобы соединение было надежней, сделайте две петли, как показано на видео. И ваше соединение будет крепче. Итак, друзья, стенд готов. Предлагаю изучить базовые знания. Первое. Как подключить одноклавичный выключатель через распаечную коробку. Сверху у меня приходит питание 220 вольт, фазный провод белого цвета. А нейтральный 0, синего цвета или сине-белый. Запомните, выключатель всегда должен работать на разрыв фазы. При выключенном выключателе в цепи будет отсутствовать напряжение. Это важно для безопасности при замене лампочки. Итак, соединяем фазу с одним контактом выключателя. А второй контакт выключателя соединим с контактом светильника. Осталось соединить синюю жилу 0, которая идет от щита, со второй жилой синего провода, идущая от контакта светильника. Таким образом, все условия выполнены и движение тока есть. Теперь давайте немножко усложним задачку и добавим сюда розеточку, которая должна работать всегда, независимо от выключателя. Белый провод от розеточки мы подводим к белому фазному проводу от щитка и фиксируем вагу. Синий же провод 0, подводим к синим проводам от щитка в вагу. Таким образом, у нас розеточка всегда имеет питание, независимо включен ли выключатель или нет. Есть еще один полезный прием, особенно проживая в частном доме. Это когда розетка включается и выключается через выключатель. Например, на доме у нас установлены гирлянды, и под вечерок мы ее включаем с помощью выключателя, а утром выключаем. Тогда мы провода от розетки устанавливаем таким же образом, как и с лампочкой, чтобы было движение тока. Запомните эти приемы, друзья. Я уверен, каждому домашнему мастеру может пригодиться. Вот еще пару советов. На собственном опыте я это уже прочувствовал, и поэтому я рекомендую смело купить пару инструментов для зачистки проводов. Прям самых простых стриперов. На инструмент, который у меня в руках, я оставлю ссылки в описании. Стоят буквально копье. Но даже если они вам пригодятся всего лишь пару раз, я уверяю, ваши пальцы останутся целыми. Также всегда рекомендую использовать большие подрозетники. В таких удобно работать, и можно оставить больше запаса провода. Не экономьте и не покупайте мелкие. Только добавите себе больше неудобства. Если у вас перегорела лампочка, и при выкручивании цоколь остался в патроне, то вот самый быстрый и простой лайфхак. Возьмите обычную пластиковую бутылку и сжигалку. Нагрейте хорошенько горлышко, и прижмите к цоколю на десяток секунд. Пластик остынет и схватит цоколь, и вы без проблем вытащите его из патрона. Если у вас есть необходимость закрепить провод на конструкции, то быстро это сделать можно с помощью пластиковых стяжек. Но если закрепить на одну стяжку, то провод будет болтаться и бегать по всей плоскости. Поэтому, друзья, закрепляйте на две стяжки, как показано на видео. Таким образом провод всегда будет на своем месте. Если вам нужно соединить две гофры, то вот вам отличный лайфхак. Не надо тратить сюда целый моток изоленты. Просто берем канцелярский нож. Из каждой гофры делаем небольшой разрез, а далее просто накручиваем друг на друга. Соединение получается отличное, и таким простым трюком наращиваем гофру. Напишите в комментариях, друзья, какие советы понравились больше всего, а какие нет. Также поставьте жирный палец вверх, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok